Коллеги, добрый день. Поставьте огонечки, напишите сейчас, слышно ли нас. Огонечки есть, значит, слышно. Да, огонечков много. Что ж, минуту подождем, иначе. Да, подождем, чтобы у нас больше людей собралось. Готовы наслаждаться огонечками. Также покажем остальных. Звук есть, это уже прекрасно. Ну что, начнем? Ну, давай. Еще раз добрый день. Рада вас всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Сегодня мы поговорим о взаиморасчетах с клиентами и перевозчиками в транспортной логистике. И спикерами будем я, Мария Шуранова, и Елена, моя коллега. Всем добрый день. Вебинар у нас будет состоять из нескольких частей. Пройдемся по таймингу. Будет вводная часть, в которой мы расскажем о проблематике. А в основной части моя коллега Елена как раз расскажет более подробно о нашем мероприятии. В конце вы можете задать вопросы, и мы постараемся на них ответить. Взаиморасчеты с клиентами – это достаточно сложный процесс транспортной логистики, и он включает в себя множество аспектов. От правильности организации данного процесса зависит не только успешное функционирование отдельных компаний, но и также отрасли в целом. Для того, чтобы организовать правильно этот процесс, нам важно понимать, с какими же проблемами мы в итоге можем столкнуться. Конечно же, это такие проблемы, как перевыставление расходов, ошибки в расчетах, несвоевременная оплата, отсутствие прозрачности в платежах и также другие проблемы. Но как нам решить данные трудности и сделать взаиморасчеты более прозрачными? Ответ достаточно прост. Это система автоматизации транспортной логистики, и одной из лучших систем транспортной логистики является Axelot TMS. Она позволяет тарифицировать выполнение перевозок в автоматическом режиме, исключает ошибки при расчетах, исключает человеческий фактор и позволяет сделать вашу логистику более прозрачной во всех аспектах, в том числе и при взаиморасчетах. Более подробно об этих аспектах и возможностях расскажет моя коллега Елена. Собираю на другое слово. Да, в общем-то, кратенько, конечно, Ри уже обозначила проблематику, но на самом деле для того, чтобы более плотно погрузиться в эту тему, мы должны каждую проблему рассмотреть сначала в общем виде, а потом уже пройтись по частности. И, собственно говоря, вопрос, какова же у нас проблематика наших взаиморасчетов. И если мы будем аккумулировать весь наш опыт внедрения систем автоматизации транспортной логистики, то мы с уверенностью можем сказать, что основная проблема, которая стоит перед компаниями, это долгий обмен документами, закрывающими перевозку, что в свою очередь как раз-таки приводит к задержкам в оплате транспортных услуг. Но при этом мы все опять-таки понимаем, что эта огромная проблема, она складывается из множества мелочей. Это и, как уже сказала моя коллега, ошибки в расчетах, непрозрачный процесс расчета стоимости транспортных услуг, это и долгая передача документов, и, как следствие, происходят задержки в оплате и, в общем-то, еще множество других сопутствующих проблем. И именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. И немножечко забегу вперед, прежде чем мы углубимся в проблематику, и обозначу, что все-таки, как и сказала моя коллега, для того, чтобы решать эти проблемы, существует эффективный инструмент – это TMS Axelot. Это один из способов, который поможет нам решить проблемы, которые возникают во взаимодействии с контрагентами. Однако здесь важно понимать, что TMS – это не система бухгалтерского учета, в ней финансовые операции не ведутся. TMS – это система управленческого учета, в том числе, которая позволяет нам контролировать фактическое исполнение наших перевозок. И в данном случае TMS, она как раз-таки выступает надежным, достоверным источником данных об исполнении, о фактической стоимости услуг, причем неважно, там, осуществляемую транспортировку собственным парком или наемным. Она передает эти данные в корпоративную систему или в систему бухгалтерского учета, и уже эти системы производят дальше финансовые операции определенные. Однако, помимо этого, важно понимать, что не только сам продукт должен обладать достаточной функциональностью, но и команда, которая внедряет данный продукт, она тоже должна обладать хорошим опытом. И если мы будем говорить именно о нашей практике, о том большом количестве проектов, которые мы постоянно реализуем, то мы можем с уверенностью сказать, что наши эксперты в ходе исполнения этих проектов, они получили колоссальный опыт, и поэтому мы знаем о том, ну, как минимум мы знаем неплохие практики по внедрению, по автоматизации бизнес-процессов, о том, как они должны быть. Но, учитывая то, с какими клиентами мы работаем, мы знаем лучшие практики по организации, в взаимодействии с контрагентами. Именно поэтому мы знаем, почему мы производим автоматизацию проектов именно таким, а не другим способом. Мы понимаем вообще, в принципе, зачем нужна эта автоматизация. И именно этому и будет посвящен, в общем-то, наш вебинар. Мы с вами поговорим о предметной стороне данного вопроса. Для того, чтобы мы с вами тоже могли более полно обсудить эту проблему, мы сначала должны понять, из чего у нас вообще взаиморасчеты строятся. Условно мы поделили процесс взаиморасчетов на три этапа. Это расчеты, документооборот и оплата. На первом этапе с вами у нас, получается, мы производим расчет плановой тарификации как для клиентов, так и плановой стоимости затрат на транспортные услуги. В данном случае ТМС нам как раз помогает автоматизировать этот процесс. После того, как мы с вами посчитали плановые стоимости, мы считаем фактическую тарификацию уже на основании фактических данных после исполнения. На следующем этапе мы приступаем к документообороту. На самом деле этот этап наступает чуть раньше, еще в процессе исполнения перевозок, когда мы обмениваемся транспортными товаросопроводительными документами. А уже потом, когда перевозка завершается, мы обмениваемся закрывающими перевозку документами и также счетами на оплату. Ну и после поступления счетов мы переходим на завершающий этап, когда производится непосредственно оплата транспортных услуг. И здесь также, если у нас присутствует возможность частичной оплаты с некоторыми лимитами для наших клиентов и перевозчиков, на этом же этапе мы производим контроль задолженности наших клиентов и контроль нашей задолженности перед поставщиками услуг. И на каждом из этих этапов возникает своя проблематика, о которой мы, собственно, и будем говорить. И начнем с вами с этапа расчета. На этапе расчета стоимости транспортных услуг чаще всего сталкиваются с проблемой ошибок в расчетах. И, как следствие, если у нас есть ошибки в расчетах, у нас возникают споры с нашими контрагентами о том, почему та или иная стоимость сложилась. Важно понимать, какие причины служат этим проблемам. Ну и самое банальное, которое, наверное, вы часто слышите, это человеческий фактор. Любым людям свойственно ошибаться. Соответственно, расчеты — это всегда сложно, это математика, и чаще всего люди в ней ошибаются. Вторая причина — это отсутствие прозрачности в процессе расчета. То есть иногда не только люди внутри компании не понимают, почему такая стоимость была посчитана, но и для клиентов тоже становится это темным лесом, и они не понимают, почему и из чего складывается та или иная тарификация. Помимо этого, сложная тарификация, очень разнообразная тарификация тоже приводит к ошибкам в расчетах и к путанице. Особенно если мы говорим, что люди в лучшем случае могут использовать эксцент для расчетов, в худшем случае вообще на руках считать, и, само собой, в таком случае ошибки тоже неизбежны. Ну и еще одна причина, которая характерна для крупных компаний, это наличие разнообразных инструментов для расчета. Потому что компании крупные, людей много, каждый использует тот инструмент, который ему более привычен, и, как следствие, компании, в принципе, не могут проконтролировать, насколько качественно производятся расчеты. плановой тарификации или фактической тарификации. Вопрос. Как нам помогает ТМС с решением данных проблем? Ну, здесь все просто на самом деле. Она полностью автоматизирует процесс расчета стоимости. Если мы говорим с вами про плановые стоимости, то система позволяет нам посчитать плановый доход от доставки груза клиенту или же плановый расход на транспортные услуги. Тарификация может строиться на основании различных показателей, будь то километраж, масса, объем груза, различные дополнительные услуги, которые мы можем оказывать. Это экспресс-доставка, сборка груза и так далее. И в данном случае тарификация, она может быть как общая, то есть одинаковые тарифы для всех клиентов-перевозчиков, либо же она может быть диверсифицированной. То есть она индивидуальна для какого-то клиента или перевозчика или индивидуальна для какой-то группы наших с вами клиентов. И в данном случае процесс может быть выстроен следующим образом. Например, корпоративная система, она выступает источником потребности в перевозке груза или предоставлении транспорта. А ТМС становится инструментом, который как раз-таки подсчитает эту плановую стоимость и передаст ее обратно в корпоративную систему, чтобы менеджер договорился с клиентом по стоимости. Или же мы можем даже проинтегрироваться с учетной системой клиента, чтобы он сам видел стоимость, которую мы можем ему предложить. А если мы говорим про стоимость самой перевозки, то здесь ТМС будет выступать источником данных, потому что именно в ТМС подбирается исполнитель. И она сама в автоматическом режиме считает плановую стоимость будущей перевозки. Помимо этого, ТМС у нас будет на этапе уже после того, как рейс исполнился, автоматически считать фактическую тарификацию на основе уже реальных данных. Здесь важно отметить, что ни корпоративная система, ни система бухгалтерского учета, она не знает, как был исполнен рейс, и, соответственно, фактическую стоимость подсчитать сложнее. А в ТМС как раз-таки есть все необходимые данные для подсчета фактической стоимости. Какие это данные? Ну, во-первых, это данные о том, весь ли груз был передан клиенту или только частично. Если мы говорим там про зарплату водителя, которая может строиться на основании пройденных ими точек, то это информация о том, все ли точки были посещены в рамках рейса. Возникли ли какие-то дополнительные затраты, например, на простой или же, наоборот, на опоздание, которое мы можем потом перевыставить нашему перевозчику, допустим. Также система хранит информацию о всех косвенных затратах, если мы исполнение ведем собственным парком. Это и затраты на топливо, на ремонты, на оборудование дополнительное, различные штрафы, спутниковая связь и так далее. То есть ТМС в данном случае, она аккумулирует в себе все затраты, которые мы на перевозку осуществляем. Что нам это дает в конечном итоге? Благодаря тому, что ТМС может посчитать нам фактические расходы автоматически, и она в конечном итоге передаст корректные данные в бухгалтерию или корпоративную систему для того, чтобы они уже выставили счета или просчитали бюджет на своей стороне. Но помимо этого мы из процесса исключаем еще и человеческий фактор, который в конечном итоге исключает ошибки в расчетах. Ну и самое главное, так как ТМС, она будет обладать информацией по доходам, по расходовым, плановым, фактическим, это нам в конечном итоге позволит, во-первых, оценить рентабельность перевозки по различным направлениям. И в случае, если мы понимаем, что какое-то направление нерентабельно, мы просто исключаем его из своей деятельности. Так как мы можем оценить рентабельность перевозок, то в случае, если это, например, транспортная компания, используя ТМС, она может скорректировать стоимость своих транспортных услуг, потому что понимает, что они сдержки, например, выше, чем текущая стоимость. Или же, если это компания-производитель, она может просто увеличить себестоимость своей продукции, потому что теперь четко знает, какова себестоимость транспортировки. Ну и так как мы, опять-таки, обладаем информацией, то система в данном случае позволит нам быстро определить новый вектор формирования бюджета на транспортную логистику, потому что мы можем проанализировать текущее состояние затрат, можем проанализировать тенденции рынка и, соответственно, сформировать более грамотно будущий бюджет. Но наша с вами финансовая деятельность настроится не только на расчетах стоимости, но и также настроится на обмене документов. И в данном случае мы тоже можем столкнуться с рядом проблем. Если перечислять вкратце, то это следующие проблемы. Это ошибки в заполнении самих документов, это своевременное отсутствие наших документов, ну и низкая скорость обмена такими документами. И здесь, опять-таки, есть несколько причин этим проблемам. Одна из них — это так называемый контроль студента. Когда мы начинаем контролировать наличие документов, только тогда, когда мы их не видим, срок у себя на столе. В таком случае начинается судорожный поиск этих документов в архивах, а если перевозка была очень давно, то это и вообще еще больше времени сотрудник потратит. Следующая любимая причина всех — это человеческий фактор. Если люди вручную заполняют документы, то это может приводить и к ошибкам, и к опечаткам. А если мы с вами говорим про отсутствие автоматизации в этом вопросе, например, те же самые логисты, когда заявки на транспортные средства оформляют, у них обычно есть такой шаблончик в Excel, они этот файлик постоянно копируют, внутри файлика данные меняют, забыл поменять какую-то строчечку, все, документ уже некорректный. И в лучшем случае это выяснится тогда, когда мы отправим ту же самую заявку на транспорт-перевозчику, если он внимательно проверит, а если нет, так и вообще, когда уже документы оформлены, все придется переделывать. Ну и последняя причина — это бумажный документооборот. Это может привести не только к потере каких-то документов, что, кстати, вполне себе вероятно, что документы могут потеряться в ходе исполнения, или вообще могут быть там украдены вместе с грузом. Но и в целом документооборот бумажный, он увеличивает сроки оплаты, особенно если компания работает по территории всей России, или же вообще там выходит на международный рынок, то передача бумажных документов может растягиваться на неделю. Ну и в процессе транспортировки сами документы тоже могут быть испорчены. Как решать все эти перечисленные проблемы и устранять причины? Один из способов — это использование электронного документооборота. В данном случае ТМС интегрируется с системой ИДО и становится источником данных для формирования документов внутри системы электронного документооборота. Также сама ТМС может выступать в источниках этих документов. Например, если мы с вами будем говорить о путевых листах, путевой лист формируется в ТМС и передается в ИДО. Но путевые листы — это другая одна большая отдельная тема, поэтому, скорее всего, мы ее с вами в рамках отдельного вебинара рассмотрим. В данном случае система ИДО — это моментальный обмен документами. Один клик — все, документы уже передали. Однако, если у нас не получается уйти от бумажного документооборота, то ТМС в данном случае тоже может помочь. Во-первых, система позволяет на каждом этапе формировать необходимый пакет документов. Причем пакеты документов могут быть привязаны непосредственно к клиентам, то есть у каждого клиента будет свой пакет документов. И в данном случае это позволяет нам исключить ошибки в заполнении документов, потому что в системе четко будут прописаны реквизиты, они будут заполняться как по логинам. Помимо этого, сами документы привязаны и к рейсингу-контрагенту, что ошибки исключает. Ну и второе — это, конечно же, данный подход позволяет защищать пакетную печать документов, что в целом ускоряет даже процесс выписки бумажных документов. Помимо этого, логист на каждом этапе исполнения перевозки будет уведомляться о состоянии и статусе всех документов, которые перевозки сопутствуют. И в таком случае логисту будет проще проконтролировать передачу документов от одного участника процесса другому. Помимо этого, мы можем информацию о документах передавать в мобильный клиент водителя, и водитель тоже всегда будет знать, какие документы он должен передать. А если мы еще и на документы штрих-код распечатаем, то в таком случае водитель будет передавать документы по штрих-коду, и в этом случае он никогда не ошибется при передаче документов клиенту. Ну и помимо этого, система позволяет хранить в себе скан копии каждого документа, что в конечном итоге может ускорить процесс той же самой оплаты. И нам не придется ждать доставку оригинала. Все. И это в конечном итоге позволяет нам сократить сроки обработки документов и, как следствие, разрывы между оплатой транспортных услуг. Ну и, соответственно, когда мы с вами документами уже обменялись, мы как раз-таки переходим к процессу оплаты. И на данном этапе у нас могут возникать проблемы с несвоевременной оплатой транспортных услуг и, как следствие, повышение издержек в связи с тем, что у нас сформировались задолженности клиентов или задолженности перед поставщиками услуг, перевозчиками. Причина данной проблемы является то, что периодически контроль по взаиморасчетам с клиентами возлагают на логиста, потому что логист взаимодействует с клиентами в рамках уточнения информации для доставки. А также логист занимается взаимодействием с перевозчиками, то и работа по контролю задолженности перед перевозчиком тоже перепадывается на логиста. И в таком случае логист не имеет доступа в бухгалтерскую систему учета, для него контроль осложняется. Ему приходится еще дополнительное время тратить на то, чтобы просто по взаимодействию с сотрудниками бухгалтерии, чтобы понять, кто что сколько кому должен. Особенно данная проблема актуальна для транспортных компаний, для которых ТМС становится непосредственно уже корпоративной системой, и в таком случае логист становится полноценным контролером всех взаиморасчетов в системе. В данном случае ТМС тоже стремится ему помочь. Если мы говорим про часть взаимодействия с клиентами, то в данном случае ТМС у нас позволяет оперативно передавать клиенту информацию о стоимости услуг, о статусе оплаты, о текущей его задолженности. Если мы с вами интегрируемся с личным кабинетом клиента, то информация ему поступает своевременно и быстро. Он всегда может тоже проконтролировать статус оплаты перед вами. Ну и помимо этого система, опять-таки, контролирует сроки оплаты и контролирует задолженность клиента перед нами, что, в общем-то, упрощает работу самому логисту. Ему не нужно глазами просматривать все и пересчитывать сроки оплаты. В конечном итоге вот этот вот маленький блок, он нам как минимум позволяет повысить качество наших услуг, потому что у нас обеспечивается простое взаимодействие с клиентом, он всегда понимает, что происходит, и, соответственно, он больше расположен работать с нами, потому что перед ним все прозрачно и все понятно. Если мы говорим с вами про работу с перевозчиками в части оплаты, то здесь система позволяет, во-первых, обеспечить прозрачное взаимодействие с перевозчиками. В ТМС есть рабочее место для перевозчиков, в котором они, собственно говоря, могут видеть всю необходимую им информацию о том, из чего был сложен тариф, какие там дополнительные издержки сформировались в ходе рейса, почему они сформировались. В системе все понятно, прозрачно. Помимо этого, так как перевозчик будет работать в нашей системе, это позволит повысить эффективность коммуникации с перевозчиком, так как он тоже сможет, помимо того, что предоставлять нам информацию о стоимости услуг системе, так он еще и сможет с нами обмениваться закрывающими документами. Он с тому копию приложил, логиста оперативно, или там система сама оперативно данные передала в бухгалтерию, и мы своевременно оплатили услуги перевозчика за то, что он нам доставил груз. И, как следствие, мы сохраняем хорошее отношение с перевозчиками, потому что оплату всегда производим вовремя. Это мы с вами, по сути, обговорили операционную деятельность, которая происходит каждый день у транспортного отдела в любой компании. Но помимо этого, мы с вами понимаем, что могут еще и возникать так называемые пост-вопросы в рамках нашей транспортной деятельности, когда у наших клиентов или у наших перевозчиков возникают вопросы и формируются претензии по исполнению перевозки. В данном случае система будет выступать некой большой библиотекой, архивом которой хранит все исторические данные. Поэтому, когда к вам поступит претензия, вы сможете оперативно найти в системе информацию, проанализировать, понять действительно претензии состоятельные или нет и оперативно решить вопрос с клиентом. Что ж, на этом наша повествовательная часть окончена. Готовы выслушать ваши вопросы? Пишите в чат, ставьте огонечки. Продолжение следует...